Всем привет! Сегодня рассмотрим схему подключения одноклавичного выключателя. Схема, в принципе, достаточно проста, но проста только для тех, кто уже знает электрику, тех, кто уже обучен этому, поэтому эта тема, скорее всего, будет интересна только для новичков, которые хотят самостоятельно подключить одноклавичный выключатель. Появилась идея, появилась новая возможность где-то подключиться, новый светильник поставить, поэтому необходимо, допустим, от питающего кабеля провести еще один свет с выключателем. Дело в том, что питающий кабель, это может быть обычная розетка, вот, и от нее точно так же мы можем запитаться. После того, как мы очистили изоляцию, теперь мы приступаем к соединению всех проводов. Единственное, что нужно помнить о том, что в питающем кабеле есть фазный провод и ноль, то есть нулевой провод. Поэтому, перед тем, как делать монтаж всего этого, необходимо отключить питающий кабель, для того, чтобы у вас просто не ударило электричество. И теперь фазный провод у нас соединяется на разрыв выключателя. То есть у нас разрыв выключателя идет. У нас, в принципе, на каждом выключателе есть такая своя схема. У нас здесь разрыв как раз. Вот фазный провод подключен. Ноль, синий, он подключен здесь, в этом месте. То есть если вы сделаете наоборот, у вас просто получится, что вы местами поменяется выключение. То есть, если в этом положении у нас выключено, а в этом включено, то, по идее, получится все наоборот. В этом будет выключено, а в этом положении включено. Соединяем. Соединяем провода. Ноль питающего кабеля мы соединяем с светильником. С нулем светильника. И оставшиеся провода мы соединяем тоже вместе с собой. Это питающий кабель. Здесь идет кабель на выключатель. Здесь кабель на светильник. По цветам соединили провода. Единственное, что вот коричневый кабель от светильника и синий кабель от выключателя, они вот разных цветов. То есть, здесь вначале идет питающий кабель. Фазный провод идет на фазу выключателя. Он идет на разрыв в выключателе. Ноль идет от питающего кабеля на ноль самого светильника. И два остальных провода просто соединяются. И все. Ничего сложного в этом нет. Теперь у нас все работает. Еще раз проверяем. Все соединения мы изолируем. При необходимости пропаиваем. И изолируем, закрываем в распределительной коробке. Таким образом, у нас светильник работает от выключателя. Все нормально. Все просто. Ну и тем не менее, это будет для вас комфортно. Потому что не нужно никого звать. Тем более, что на такие вот мелкие работы, скорее всего, к вам никто не придет. Для того, чтобы сделать какую-то работу. Ну а некоторые работы, они очень просты. И благо, что есть интернет, где можно это все увидеть. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.